Я депутат 6-го откликненья Весенского района Вадима Николаевича, сегодняшний день фересичный громадянин места Вашневого. Так, если можно на русском языке, для и Казахстана, и Украины, русскоязычная Украина. Ну по-русски, да. Вот вы подняли в своем докладе речь о том, что сейчас очень сильно поднялись цены на коммунальные услуги. В связи с чем это происходит и какие вопросы вы намерены поднимать в связи с этим перед городсоветом? Ну смотрите, меня интересует прежде всего вопрос, как наше коммунальное хозяйство города Вечного, а именно КП «Водоканал», КП «Теплая Россия», ОМГ, это три организации, которые дают нам услуги. А как они расшифровываются? ОМТ. ОМГ, это управление местным господарством, хозяйством всего города, КП «Теплоэнерго», это отопление в нашем доме, и КП «Водоканал», это соответственно... Водоканал. Вот, да. Вот меня интересует, за три года этой каденции депутатом у нас и в городе Вечнево поменяли всех руководителей. Вот, например, руководитель теплосети, Трегубик Петр Владимирович, он проработал, насколько я знаю, по-моему, около 30 лет в городе Вечнево. Опытный, да? Я был начальником этого коммунального предприятия. Я, будучи депутатом того созыва, каждую неделю у мэра города Вечнево проходила коммунальная нарана, где присутствуют все руководители коммунальных... Совещания? Да, совещания. Я ни разу не слышал о каких-то замечаниях к руководству, что они не справляются там с работой, что есть какие-то... Проблемы. ...сережные долги, проблемы, да, что-то не выполняется. И вот за три года этой каденции поменялись все руководители коммунальных предприятий, буквально все. Деплосети поменялся... Водоканал? Мы его сняли. Водоканал поменяли и у нас поменяли. Все эти люди выходцы из Луганской и Роменской области. Мало того, что все руководители оттуда и всех наших пищневских убрали. Убрали. На вопрос мой, почему убрали руководителя, он мне отвечает, что это его как негатив. Но должны быть причины. Или человек... Обоснования. Да. Не справляться с работой. Или, может быть, по состоянию здоровья. Может быть, проворовался, не дай богу. Может быть, еще какие-то моменты. Аргументов я не услышал. Кроме того, что это моя привезда и что я хочу, то я и делаю. То есть скрыл мотивы. Да. Потому что мне мотивы непонятны. Вы на сессии только что говорил, вы услышали ответ висковой головы. Мало того, что все руководители коммунальных предприятий поменялись, они увольняют наших специалистов, таких как главный энергетик, а тоже поменяли. Я тоже человек с Донецкой или с Луганской области. Они меняют бухгалтеров, ну, главных бухгалтеров. Они меняют поставщиков. Многие люди увольняются, потому что жалуются на скотские отношения, на маленькие зарплаты и нечеловеческие отношения. Вот я, например, знаю всю ситуацию. Я буквально вчера разговаривал с человеком, он работал на аварийке. Говорит, поменяли опять человек с Луганской области, молодой парень, начальник аварийной службы города Вишнева. Вот, как я сегодня рассказывал, я знаю досконально по водоканалу. То есть я эту информацию прорабатывал в целом месте, что я узнал, что главный бухгалтер с Луганской области, что энергетик с Луганской области, начальника водоканала уже за год поменяли дважды. И он тоже с Луганской или с Луганской области. То есть я не понимаю, что в городе... Какой-то дисбаланс. Да, какой-то дисбаланс. То у нас, ну, я в городе проживаю больше 40 лет. И, ну, было все нормально, на службу всегда нормально работали. У нас всегда, кстати, была, надо отдать должное, горячая вода, всегда было отопление, никаких проблем с этим не было. И тут вдруг вот так вот взяли и всех поменяли. Мало того, второй зам Минской Рады тоже человек с Луганской. И тоже он возглавляет все коммунальные... То есть он командует всеми коммунальными службами. То есть у меня задается вопрос, что это такое? То есть замкнутый клуб. Мало того, у нас есть еще коммерческая тока, которая занимается ресурсами, которая занимается тоже отоплением домов. Тоже Олили, это коммерческие... Это коммерческая структура. Коммерческая, она не относится к городу. То есть это чистый бизнес. Тоже уволили оттуда человека и поставили Луганского. То есть замкнутый клуб. Все коммунальные службы, там, где есть деньги, вы же понимаете, мы потребители, каждый месяц платят. Возглавляют люди из Луганска и из Донецка. А большие деньги крутятся? Вот горожане платят ЖКХ? Ну, конечно. Вы представляете... Это миллионы же, да? Это миллионы, это десятки миллионов гривен. Но на сегодняшний день, допустим, мэр и его заместители молчат о том, я узнал, что у нас есть еще коммерческая структура, которая занимается альтернативным топливом. Вот, и продает нам тепло, они отапливают щипой. И уже задолженность коммунального предприятия «Тэплоэнерго» перед этой коммерческой структурой, как со слов директора коммерческой структуры, вчера он был на комиссии, он сказал, что уже около 30 миллионов задолжены. То есть у меня вопрос, ребята, а откуда долги, и как вы будете рассчитываться? И это все при руководстве этих людей. Потому что на то время, когда я был депутатом, 5 лет... А они разве не отчитываются перед вами? Ну, как видите, нет. Как видите, нет. Вот я задал вопрос второму заму, а почему так? Я извиняюсь, не для эфира, меня послали на 3 веселых буквы. Меня задают, кто ты такой? То есть это закрытое акционерное общество, которое руководит городом, как хочет, когда хочет. Вот на примере я был свидетелем того, что по улице Леси Украинки вдоль частного сектора меняли тротуарную плитку. Эта тротуарная плитка года 4 или 5 назад менялась. Она абсолютно классная, она абсолютно красивая. Ну, взяли ее, сняли и на ее место положили новую. Я задаю вопрос, зачем? Ну, у нас нет денег для конкурсовских садиков, школы. У нас, чтобы вы понимали, родители в садике даже покупают туалетную бумагу. А тут перекладывают плитку или памятник Шевченко. Я Шевченко уважаю. Они за 5 лет его дважды реконструировали. Я не понимаю, это не целевое испортивание денег. Тем более... Либо идет отмывание. Это отмывание, да. Банальное для меня, лично для меня, это отмывание денег. Потому что там нормальная плитка, там нормальный мрамор лежал. Нормальный, нормальный. Зачем его... Ну, в городе куча проблем. Школы в три смены работают. Куда тратить деньги? Школы у нас переполнены, садики у нас переполнены. Мало того, что... У нас еще такое... Ну, у нас чиновнический беспредел. У нас на той стороне есть садик Яблоника. Который начали ремонтировать не летом, не весной, когда погодные условия разрешают. А начали ремонтировать перед зимой. Раскрыли крышу, соответственно, пошли дожди, снег и все остальное. На сегодняшний день с информацией, которая мне доступна, потратили около 8 миллионов гривен на реконструкцию этого детского садика. Там сейчас все в грибке, все залило, все испорчено. Там как раз ремонта не хватает. И сейчас опять выделяют какую-то круглую сумму. Его же нужно доделать. Персонал детского садика уволили, потому что он год не работает. Естественно, никто финансирует. Это при том, при всем, что в городе Вещенко катастрофически не хватает детских садиков. У нас детские садики переполнены 2 в 3 раза. У нас по 40, по 50 детей в группе. Вы представляете, что это такое? Это дети болеют, это невозможно... А сколько садиков в городе? Ну, по-моему, 7, если я не считаю. А сколько не хватает? Нужно еще 3? Ну, как минимум. Как минимум 3 садика нужно. Как минимум. То же самое у нас проблема со школами. У нас первую школу строили, она практически на 90% была готова. Потом ее законсервировали. И представьте, что с ней случалось. Ее просто банально разграбили. Повыкоручивали все. Электрику, трубы. То есть городу, получается, ничего не нужно, никто за это не ответил. То есть потрачены наши с вами деньги, не один десяток миллионов гривен, первую школу. Она простояла 4 или 5 лет, не охранялась. Вы представляете, что с ней... И сейчас опять выделяются деньги на ее школу. Раздербанили. Школу раздербанили. Да, да. У нас проблемы со школой. У нас опять же приполнены школы. Но я слышал, у вас в одной школе 600 мест, а учатся 1400. Это в первой школе. Вот про первую школу, которую вы представляете. Ну, это кошмар. У меня регион ходит в третью школу. Директор школы хватает своего договора. От количества... Она не знает, что делать. Она переживает. Еще люди переселяются же. А? Люди еще переселяются из зоны АТО. Постоянно, постоянно количество детей. Это хорошо, что рождаемость там повышается. Да, да. Но государство не обеспечивает. Ну, город вообще... А почему депутаты ничего не делают? А им это не интересно. Многие депутаты не живут в городе Вичневом. Вот у нас, допустим, третий зам, который отвечает за вот эти вот моменты. Он проживает в городе Кирове. Наверное, ему не интересуют проблемы города. Вот второй зам у нас приехал из Луганской области. И вот тоже, наверное, скорее всего, не... Ему интересуют заработки, я так понимаю. Мало того, не... А большинство депутатов как думают? Они вообще ничего не думают. Вы же видите, никакой реакции. А народ их не может отозвать, не может их поменять? Ну, может. Ну, понимаете, во-первых, многие люди боятся. Многие люди инертные, знаете, вот плюнули после двух революций. Вот у меня у самого, я был в революциативности, я так верил, что все будет хорошо, что все изменится. Вы видите, ребята умерли, там, сегодня идет война, умирают. Здесь как перебанили землю, так и перебанили. На каждой из своих сил. А что нужно сделать, по-вашему? Что? Я считаю, что людям нужно перестать быть равнодушными и нужно отстаивать свои права. Каждый гражданин нашего государства имеет право получить их землю. Ну, я за все время, вот сколько я хожу на сессии, я ни разу не видел, хочу, чтобы одному обычному человеку, не родственник Маэра, не родственник депутата, выделяется земля только им, и друзьям, или их пилежческим структурам, и их партнерам. Вот вы идите на стоянку, посмотрите, на каких автомобилях они проезжают, в каких домах и квартирах они живут. Вот у нас, например, депутат Нефедов, который пенсионер, с пенсией 2000 гривен, но сейчас строится себе частный дом на пенсии. Вот я бы хотел бы, чтобы он мне, молодому человеку, предпринимателю, вот я сам на себя зарабатываю, на него себе позволю построить частный дом. Он за 2000 гривен строит дом. Или там... Он депутат, да? Он депутат, да. Он глава регламентной комиссии, который не имеет юридического образования, он вообще к юриспредитации никого отношения. Но этот человек принимает какие-то решения. 23 декабря будет здесь митинг по поводу громад, по поводу ЖКХ. Вы знаете об этом митинге? Да, я знаю, и обязательно буду, и обязательно буду общаться с людьми. И самая главная наша проблема, что это они не делают. Это мы им позволяем делать. Мы позволяем. Я не позволяю. Многие, ну, ни одного там, у нас 5-10 человек мало. Нужно, чтобы люди это осознали, потому что это касается каждого кармана, каждого пенсионера кармана. Это жизнь наших детей и наша жизнь. На сегодняшний день я считаю, что нас просто убивают. Просто убивают. То есть, если народ поднимется и будет активно защищать свои позиции, можно иметь шанс, что что-то изменится. Без народа ничего не получится. Однозначно, все в наших руках. Вы же понимаете, если вы позволяете себе оплевать в лицо, вам плюнут и первый раз, и второй, и третий. Но если вы после первого плюка дадите сдачу, то тот человек, который вам плюнул, может подумать, сделать ли я это. То есть, у меня четкая позиция, что люди не должны позволять не издеваться. Если тарифы повышаются, то это должно быть обоснованно. Люди должны знать, почему это. А не так, я так решил и так будет. Нет, так не будет. Спасибо большое. Пожалуйста.